Приветствую вас. Стоит ли или не стоит говорить мужчине что-либо, в том числе, что вы думаете решать вам? Но я думаю, что с точки зрения меня как психолога, я думаю, что первое. Нужно разобраться хорошо в том, что именно вы думаете. В принципе, потому что у меня есть некоторые сомнения относительно того, что вы знаете. То вы знаете, о чем думаете. Это первое. Ну вот есть у меня такие сомнения. Это первое. И второе, это то, собственно, что это были за отношения. То есть, ну вот вы говорите, что были в отношениях с мужчиной. Наверное, вам не понравится то, что я откажу, но нельзя быть в отношениях с мужчиной. Понимаете, какая же штука. Можно быть в отношениях с человеком. В отношениях с мужчиной быть нельзя. Потому что мужчина это просто, как бы сказать. Мужина это просто представитель своего гендера. Вот и всё, да. Просто половая принадлежность к человеку и всё. Поэтому в отношениях можно быть только с человеком, а чтобы думать о нём как о человеке. А вы не можете о нём ничего думать, потому что, что бы вы о нём не думали, это ваш образ. Человек, он, ну, реального человека вы не знаете. И, скорее всего, не узнает никогда. Ну, потому что никто не знает не то, что какой другой человек, но и какой он сам. И поэтому то, что вы думаете, это, скорее всего, ваш образ. И вы пытаетесь, ну, будете пытаться, возможно, в какой-то степени просто переносить на человека свои образы. Но это будет не он. Понимаете? Именно поэтому так важно вам увидеть, что конкретно вы думаете о нём. Да? Без некоторых, скажем так, посягательств на человека. Вот, чтобы это были, допустим, ну, допустим, только ваши эмоции, допустим. Допустим, чтобы это были только ваши чувства, чтобы это были только ваши какие-то переживания, например, что вот отношения. Например, по моим ощущениям, отношения были как качели, и меня это не устраивало, к примеру. Вот. То есть тут есть, ну, тут есть разные варианты, мне кажется. Всех их нельзя сбрасывать со счетом. Вот. Поэтому крайне важно, крайне важно разобраться в этом. Вот. И всё как следует обдумать, прежде чем двигаться дальше. Вот. Ну и когда обдумаете, уже сможете для себя, собственно, принять решение, как поступать. Вот и всё. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова